Здравствуйте, дорогие зрители! Вот меня дорогие зрители просят прокомментировать высказывания Маргариты Симоньян. Я сначала, так сказать, как-то отмахнулся, не моё, мол, это дело. Ничего, мол, я в этом не понимаю в телевизионных всех этих вот высказываниях. Ну, потом вот всё просят, 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 ну, пришлось прокомментировать. Ну, во-первых, я скажу следующее. Я очень впечатлён. Впечатлён способом подачи материала. Классика, здоровая. Без всякой иронии я это говорю. А дело в том, что материал подан так как раз, вот как, знаете, вот разговор на лавочке около дома, да? Я, мол, женщина простая, я не эксперт, я в футболе не разбираюсь, да? И я вот вам скажу, мне один мой знакомый радиоэлектронщик сказал, что вот если над Сибирью высоко где-то там взорвать ядерный заряд, термоядерную бомбу, то, значит, вся цифровая электроника откажет, выйдет из строя. Будем пользоваться только телефонами старыми, как почему-то в 93-м году. Хотя в 93-м году уже были мобильники у многих людей. Вот. Вот и камеры цифровые уже появились. Вот. Ну, вот такие вот она рассказала нам слова. И, ну, действительно, это вот для кого рассчитано? Вот кто разговаривал на скамейках вот этих около дома, да? Это вот Москва, большой город, который, большая деревня, на самом деле, масса народу приехала из деревень. И вот они сидят на этих скамеечках, разговаривают, обсуждают. Ну, и вот, я так понял, есть такой жанр сейчас на телевидении, вот так вот на хапок, на салпаны, сказать чего-нибудь, крикнуть, прикрикнуть, чтобы поверили. Простой народ поверит. Тут идея такая, что не надо нам бомбить Вашингтон. Достаточно у себя в Сибири места много, взорвем где-нибудь, иначе, заряд, и вся Америка останется без связи, да, цифровой, без цифровой, без цифр останется. Ну, правда, мы тоже останемся, почему-то про это забыли. Ну, вот такая вот история. Мне, во-первых, действительно, мастерство замечательное, сделано филигранно, прекрасно. Я вот до этого не дотягиваю. Я понимаю, что это есть некий такой заказ объяснить населению, что мы могучие и сильные, что у нас есть такая штука, что мы, Кузькина мать, что мы можем ее показать, да. Кстати говоря, это повторяется история с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. В свое время Андрей Дмитриевич Сахаров, академик, великий наш физик-теоретик, который доктором наук и академиком стал одним рощерком красного карандаша Стального Свистеренча. Вот. И он, значит, утверждал, что если взорвать большую бомбу, мегатонн 200, на дне океана, то получится, значит, цунами, который смоет Америку. А в силу того, что он имел прямой выход на Никита Сергеевича Хрущева, его информация шла, то Никита Сергеевич был уверен, что скоро у него появится кнопка в Кремле, которую он может уничтожить Америку. И вот он говорил, у нас такое есть, мы покажем им Кузькину мать. Вот. Ну, вот это, значит, к счастью или к сожалению, Адель Дмитриевич ошибался, цунами это не вызовет. Это просто под водой появится большой пузырь пара, испарившейся воды, который всплывет, от которого плеснет волна. Никакого цунами даже не будет, да, вот такого вот эффекта. Даже крупной волны-то не будет, которая что-то там может смыть. Но это ладно, дело не в этом. Дело в том, что тут такая же самая история, потому что, что касается электромагнитного импульса, во-первых, имейте в виду, что это не импульс электромагнитного излучения. Но, кстати, вот, например, фонарик зажигаю, это импульс электромагнитного излучения, ну, в аппишеском диапазоне, вот, довольно широкого спектра. А импульс электромагнитный, это, значит, происходит, ну, как бы сказать-то, изменение напряженности электрического магнитного полей, которые влияют на всякие проводниковы, проводники, да, в них наводятся, значит, электрические токи, да, в них появляются какие-то потенциалы, могут привести к пробою, к выходу из строя чего-нибудь. Значит, впервые это было обнаружено совершенно случайно, где-то взорвали высотный взрыв над Тихим океаном, и на очень большом расстоянии, где-то на Гавайских островах, вышли из строя радиолокационные станции, что-то там случилось с городским освещением, тоже, это вот точно такие большие были сети проводные, да, сейчас, понятное дело, что связь в основном на волоконной оптике, плюс к этому, естественно, все энергетические сети, все прочие сети, они, значит, используют, ну, скажем так, аппаратуру, которая аттестована на действие электромагнитного импульса, и, в принципе говоря, это вот такая заветная идея, использовать взрывы, значит, термоядерные взрывы на территории противника перед началом атаки массированной, вот, значит, взрывают бум-бум-бум-бум-бум на всей территории некоторое количество водородных бомб, там, где-то, высоко, а тут, значит, вот отказывают радиолокационные станции, ну, это старая идея, идея 50-х годов, сейчас она, понятное дело, вся оборонная техника на нее рассчитывана, соответствующий ГОСТ, стойкость, прочность, как это, прочность и устойчивость, да, к воздействию вот этих факторов должна быть у аппаратуры, которая имеет критическое значение, в том числе для военной аппаратуры, для аппаратуры связи, разумеется, вот, то есть это все, ничего не происходит, что касается такого вот взрыва на высоте километров 200, 300, 400, то вот есть такой смешной расчет, если где-нибудь над, ну, географическим центром Соединенных Штатов, где-нибудь на высоте, где-то 400 километров, взорвать заряд 50 мегатонн, это заряд самой мощной бомбы, которая была взорвана в историю человечества, это на новой земле, так называемая царь-бомба, или Кузькина мать хрущевская, да, ее почему-то Кузькина матерью называли, ну, понятно, то, что мы им покажем Кузькина мать, это он, это, наверное, имел в виду, вот, если там ее взорвать, то действительно электромагнитный импульс, значит, охватит своим действием всю территорию Соединенных Штатов. Не надо преуменьшать воздействие электромагнитного импульса, дело в том, что для генерации такого рода электромагнитных импульсов, еще раз повторю, не импульсов электромагнитного излучения, есть генераторы и такие обычные взрывного типа, там, когда взрыв из взрыва взрывчатого вещества резко, скачкообразно изменяется конфигурация катушки индуктивности, скажем так, по-простому, по которым протекает мощный ток. И поэтому генерируется очень мощный импульс магнитного поля. А там, где импульс магнитного поля, там импульс электрического поля, наводки, все прочее. Как утверждается, серия таких генераторов была использована при начале атаки на Ирак Соединенные Штаты использовали для того, чтобы вывести из строя аппаратуру. Вот там кто-нибудь поставил радиостанцию, так сказать, Р-105, зазевался, не отключил, она вышла из строя. Вообще, в принципе говоря, на такого рода аппаратуре может быть стоять и выключатель, который при нарастании этого импульса резко все заземляет и все. Аппаратура остается цела. Я вас уверяю, против лома есть прием. Да, вот этот прием тоже называется выключатель. Просто надо успеть выключить быстро. Вот. Да, 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 есть такой вот приемчик выключения. Все. Такой вот выключатель имеет место быть. Так, что еще могу вам рассказать на эту тему? Ну, понятное дело, что взорвав над Сибирью вот такой вот аналог 50 мегатонн где-нибудь там высоко-высоко вы, конечно, вот не выведите из строя даже всю проводную сеть Российской Федерации. Где-нибудь одну треть территории это хватит. Понятное дело, что вот Надежда в этом случае говорит по классическому проводному телефону она ничтожна. Потому что вот как раз проводные телефоны-то работать не будут. А мобильники-то будут. Потому что от между между коммуникационными узлами в случае вот мобильной связи информации передать с полоконно-оптическим световодом. Ну, какой тут сигнал может навестись на вот этот несчастный мобильный телефончик? В итоге он, как правило, выключен, не во включенном состоянии находится. Большого сигнала не наведется. Я не знаю, есть ли у него предохранитель от срабатывания от мощного, так сказать, воздействия. Вот, скорее всего, нет никакого. И он, скорее всего, сдохнет действительно. Если на него попадет мощное какое-то такое воздействие. Ну, где там, простите, ему, наводится импульс на него, когда он не всегда хорошо принимает радиоизлучение близлежащей, близлежащего с антенны. Вот, вот такая вот история. Так что, я еще раз повторю, вот, меня на такую работу, к сожалению, как Маргариту Симоньян не приглашает. То есть, понятное дело, она мастер большой. Не я мастер, она мастер. Я тут вот чего-то такое знаю, меня придут, спросят, я ему скажу, где бомбы взорвать, где чего делать, но не более того. Вот, а она так скажет, что все поверят. Вот, это важно, это нужно. Вы понимаете, вот у Твардовского, ну, есть такое произведение, Василий Теркин, и там есть один такой эпизод, как, значит, как бы сказать, диалог такой между солдатом, Василием Теркиным, наверное, и, значит, пропагандистским плакатиком, который утверждает, что танк вообще такая уязвимая вещь, он не видит ни черта, да, и вообще его, куда хочешь, ему тут можно бутылки зажигательной смесью совать, куда хочешь, гранаты кидать, вообще несчастное, уязвимое техническое средство. Ну, вот, а тут, значит, на эту тему Твардовский возражает устами, Василия Теркина, ну, как сослепу задавит, ведь не видит ни черта. Понятное дело, что надо с лавдатой объяснить, что его оружие самое мощное в мире, самое замечательное, и понятное дело, что надо пенсионерам объяснить, что у нас такие есть методы, у нас такие есть методы, что вообще мы весь мир вот сейчас вот к ногтю поставим, на рога, натянем на анальное отверстие глаз и мигать заставим. Вот, ну, понятное дело, что таких средств у нас нет, вот, но, но все в адеквате, да, не по нам, мы по ним, ну, насчет вот применения ядерного оружия против государства, да, против территории государства, это вещь безнадежная, потому что, ну, если Российская Федерация, это может такое решиться, ну, кто-нибудь, где-нибудь в далеком ауле, или где-нибудь там на оленеводческом сахтойбисе, может, кто-нибудь уцелеет, понимаете, да, от массированного удара по населенным пунктам, вот, он кто-нибудь уселеет, да, то есть страна не пропадет, соберутся оленеводы, соберутся горцы, умудренные годами, и примут решение, как дальше жить на этой земле, вот, а для Америки, это один ядерный удар, и все, президент там больше не будет президентом, он до срока своего не досидит, ему импинчмент объявит, вы понимаете, какая страшная вещь, это нам не страшно, то им страшно, им ответ на удар получать нельзя, ни в коем случае, а если, чтобы не получить ответ на удар, не надо наносить самим, это называется система сдержек и противовесов, и вот, я так вот немножко, вот знаю, как бы сказать, историю планов ведения ядерной войны, план ведения ядерной войны, пишет некий офицер, которого Уэстпоинт закончил, который вот, план он пишет, но на какой случай он пишет план, это аварийный такой план, чтобы вот, когда что-то такое вот происходит, ну, кстати, да, момент сейчас упущен, но просто в те времена, когда еще не начались бомбежки Югославии, был статус-кво в Европе, который нельзя было нарушать, за нарушением которого следовало, соответственно, применение стороной, которая возражает против нарушения статус-кво ядерного оружия, ну, то есть, это типа, они начинают, Советский Союз наносит удар по одному из крупных городов несоединенных штатов, боже упаси, иначе по своей территории получишь, вот, ну, где-нибудь там Великобритания, например, верный друг, да, вот, вот наносит удар демонстрационный, чтобы, значит, знали, что не надо, что не надо, да, не надо делать этого, но этого, естественно, не случилось, потому что друг Билл с другом Борисом договорились, и сдали Югославию, чего вы что-то говорите, вот это вот автомат, в автомате вот эта схема не сработала, а должна была, но не сработала, ну, понятно, если бы знали, что она может сработать, то никто бы не стал бомбить Югославию, Югославию сдали Борис Николаевич, вот, но Маргарита Симоньяна замечательный деятель нашего, наших телевизионных СМИ, я от нее в восторге, это не ирония, на самом деле, хотя мы с ней люди разного совершенно жанра, ну, типа, я балет, а она опера, да, ну, я ее очень уважаю, так, спасибо публике родной, за доброту и ласку, и самое главное, спасибо моим спонсорам, благодаря которым я еще существую, пожалуйста, присылайте мне пожертвования, потому что, вот, я продолжаю вещать на Ютубе, и Ютуб продолжает там начислять мне деньги, но эти деньги до меня не могут дойти, по той простой причине, что единственный канал такого поступления, это Рейфайзенбанк, а он сейчас за любой перевод, берет минимум 1000 долларов, но мне там 1000 долларов не набирается, вот, он все и забирает, любезно так забирает, больше я с тебя ничего не прошу, не думай, что я с тебя еще буду требовать там, нет, не требует, слава Богу, так что, вот, помогайте напрямую, к сожалению, других каналов нет, я сейчас пытаюсь какие-то другие каналы искать, но оказывается, практически все наши банки отключены, вот, той возможности получать деньги, есть маленькая надежда получать оттуда чеком, то есть, они по почте присылают чек, я потом иду чек в какой-нибудь наш банк, у которого есть счет в сети банки, таких, по-моему, уже не осталось, или почти не осталось, это я вам жалуюсь на свою жизнь, а вы не забывайте меня поддерживать, всего доброго, вам до свидания, всех вам благ, жду от вас поддержку, деньги давайте, да, подпишитесь на Бусти, там у меня есть всякие лекции по физике, по математике, по теоретическим основам электротехники, они же основы теории электрической цепи, ОТЭЦ, вот, и еще, что я вам предлагаю сделать, это подписавший, да, можете связаться со мной в ВКонтакте, или на, в Телеграм, может быть, я стану вашим индивидуальным преподавателем, всех благ, вам до свидания, по Зуму, по Зуму, а до свидания вот сейчас, всех благ, до свидания.